Здравствуйте! Вы смотрите программу События. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события дня. Опознали всех. Шестерых самарцев, погибших в автокатастрофе под Казанью, похоронили сегодня. Саморский Леонардо да Винчи, 14-летний подросток, попал в энциклопедию «Одаренные дети России». Кому в Самаре отдыхать хорошо? Полным ходом идет проверка работы детских лагерей. На что тратятся народные деньги? Более 100 миллионов рублей получили общественные городские организации. Врачи и медсестры проходят курсы реанимации. Больница Пирогова, официальный госпиталь Чемпионата мира по футболу. Установлены личности всех 14 погибших в автокатастрофе под Казанью, сообщили в МВД Татарстана. После завершения экспертизы тела самарцев отправили на родину. Их похоронили сегодня. Трагедия произошла в ночь на 2 июля на трассе Альметьевск-Заинск. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, которого буксировал КАМАЗ. От удара автобус опрокинулся и загорелся. Погибли 14 человек, 12 получили ранения. Уголовное дело передано в Следственный департамент МВД России. Сразу после трагедии задержали гендиректора компании-перевозчика. Сегодня стало известно, женщину арестовывать не будут. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета Татарстана. Согласно официальному заявлению начальника предприятия, автобус «Неоплан» купили в 2008 году. Он имел сертификат одобрения для международных и междугородних перевозок. Водители, прежде чем выйти в рейс, отдохнули и прошли медосмотр. Ранее жалоб на их работу не было. Гендиректор компании добавила, предприятие готово оказать любую помощь семьям пострадавших. Известно, что руководитель Евразийской корпорации автовокзалов активно сотрудничает со следствием. В 8 лет в колонии строгого режима проведет гражданин Киргизии за пособничество терроризму. Приговор Приволжского окружного военного суда вступил в законную силу. Как установило следствие, мужчина, не имеющий регистрации в Самарской области, с января по июль прошлого года пытался вовлечь троих человек, с которыми снимал квартиру, в запрещенную в России террористическую организацию. После этого он планировал покинуть страну. При обыске полицейские изъяли у нелегального мигранта телефон, в котором содержались материалы экстремистского характера. На строительство станции метро Алабинская направят дополнительные деньги. Какую конкретную сумму расскажет наш экономический обозреватель Ларис Шалафаст. Здравствуйте! Нефть сегодня дешевеет. Баррель марки Brent опять опустился ниже 49 долларов. Валюта прибавила в цене. На 6 июля Центробанк установил курс доллара на отметке 59,57 рубля, евро 67,67 рубля. Золото стоит 2331 рубль, серебро 30 рублей 75 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 59 рублей 85 копеек, дороже всего продать за 59 рублей 40 копеек. Правительство продлило продуктовое эмбарго в ответ на иностранные санкции. Москва, Петербург и Сочи возглавили рейтинг самых популярных туристических городов России. Резкий рост потока туристов связывают с проведением Кубка конфедерации по футболу. А на строительство станции метро Алабинская в Самаре дополнительно направят 187 миллионов рублей. На эти средства завершат второй вестибюль. Соответствующие поправки в бюджет приняли депутаты Губернской думы. На этом все. Удачи в делах! Предварительные итоги единого госэкзамена подвели в региональном министерстве образования. 1 июля завершились тестовые дни. В этом году испытания прошли почти 14 тысяч человек. В целом результатами в министерстве образования довольны. В Самарской области большое количество 100 бальников. Их 128. Трое выпускников набрали высший балл сразу по двум предметам. Но не обошлось и без ложки дегтя. В области 14 человек удалили с экзамена. Причем 9 из них по обязательным предметам. Причина – использование сотовых телефонов, шпаргалок и вынос черновика из аудитории. Новинка этого года – полное открытие базы результатов экзамена. Выпускники могли не просто узнать количество баллов, но и увидеть в своей бланке даже комментарии экспертов, которые их проверяли. Благодаря этому снизилось количество апелляций. Окончательные цифры итогов ЕГЭ будут известны во второй половине июля, так как 12 числа заканчиваются резервные дни, после чего данные обработают и поступят в систему. Есть гуманитарные предметы. Вот если в критериях оценивания по математике и физике все понятно, да, у эксперта есть, какими вариантами эта задача должна быть решена и какой ответ должен быть получен. То, например, в литературе, в обществознании, в истории, в задании, связанном с СССР, в критериях есть, что ребенок может ответить вот так, вот так, вот так, но могут быть другие варианты ответа и другие позиции. Он повторил Сикстинскую Мадонну в 8 лет. Позже взялся за Джоконду Леонардо да Винчи. Самарский школьник попал в международную энциклопедию «Одаренные дети России». Кроме рисования он играет на скрипке и занимается дзюдо. Стал антливым ребенком и его семьей познакомилась Валерия Макарова. Это полотно 14-летний Норик Мусаян начал больше двух лет назад. Юный художник точно повторяет технику своего кумира Леонардо да Винчи, а она требует времени и усердия. Здесь нанесено более 30 слоев. Я эту картину очень пишу достаточно долго. И нанеся примерно 2-3 слоя, я оставляю ее высыхать на неделю, после чего начинаю то же самое работать. И воссоздается как бы ее образ. Мальчик с удовольствием копирует полотна великих художников, особенно итальянских, эпохи Возрождения. Еще в 8 лет он нарисовал сикстинскую Мадонну Рафаэля. А началось все с портрета бабушки. Его в семье особенно любят и берегут. Рисунок уже побывал на многих выставках. Талант художника-самоучки родные заметили и поддержали. Больше 20 работ у него набралось. Я вот эти все его работы взяла. Отвезла в Министерство культуры Самарской области. Там посмотрели его работы. И без экзаменов в Министерство культуры Самарской области. Его зачислили как бы в первый класс сразу. Художественную школу Норик окончил с отличием. И сейчас в его коллекции почти 100 картин. Это не считая эскизов и черновиков. Он пишет много портретов. Есть даже портрет Путина и Шойгу. Занимает места на конкурсах. Провел 4 персональные выставки. Талантливый художник оказался успешным еще и в спорте и музыке. Если достать все награды мальчика за картины, дзюдо и игру на скрипке, они занимают всю комнату. И все же любимое занятие Норика – живопись. С ней он свяжет и будущую профессию. Хочет учиться на архитектора. Первый собственный проект уже готов. Здесь я спроектировал музей. Это полностью моя задумка. Здесь изображен музей двухэтажный, в котором я спираюсь в дальнейшем спроектировать, построить. В этом году достижения Норика Мусаяна отметили на уровне страны. Его имя занесли в энциклопедию «Одаренные дети России». Теперь он может поступить на бюджет в любой вуз Москвы. Валерия Макаров, Станислав Левин. События. Выявить все недостатки, чтобы школьникам стало еще комфортнее, общественники Народного фронта проверяют, как организован летний отдых детей в лагерях Самарской области. Первым стал Волжский Артек. Комиссия прошла по всей территории лагеря. Осмотрела корпуса, спортплощадки и бассейн. Как отдыхают самарские дети, увидел Андрей Горгуленко. У вас такого здесь не было, чтобы при обращениях вы увидели, что нету тех медикаментов, которые снимают. Такого нет. То есть у нас обеспеченность медикаментов в вашем оздоровительном учреждении 100%. Лагерь Волжский Артек первым прошедший проверку Народного фронта – пример для других. Каждую смену здесь отдыхают более 300 детей. Для них всегда разрабатывают интересную программу. Скучать ребятам некогда. Порядок и в корпусах, и в медпункте, и на спортплощадках. В лагере считают, что подобные выездные совещания держат в тонусе весь персонал. Я считаю, чем чаще контролируют лагеря, тем порядка в лагерях будет лучше. Это дисциплинирует и руководителя, и даже весь тот персонал, который работает на данном участке и в данном лагере. Проверки детских лагерей отдыха проводят общественники Общероссийского народного фронта. К ним на горячую линию поступают анонимные обращения со всей страны. Треть родителей жалуются на антисанитарию, пятая часть – на низкую квалификацию персонала, а также отсутствие медикаментов. При проверках особое внимание общественники уделяют таким аспектам детского отдыха, как безопасность детей, подготовка вожатых, качество образовательных программ и наличие доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья. Всегда приоритет Общероссийского народного фронта – это безбарьерная среда. В данном оздоровительном лагере у нас она создана. Я думаю, что другим оздоровительным лагерям крайне необходимо равняться на это учреждение. И мы здесь все-таки все наши заключения, которые будут по другим лагерям, будем выносить на всеобщее, так сказать, обозрение. Потому что самое главное, чтобы у нас дети были все на равных. Общественники проверят еще девять детских лагерей, в том числе не только в Самаре, но и в других городах области, а также на другой стороне реки Волги. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. Более 4 миллионов рублей теперь должны государству те, кто незаконно спилил деревья в железнодорожном районе Самары. Во дворе на улице Спортивной вместо зеленых насаждений теперь остались только пни. Всего злоумышленники, не имея разрешения от городской администрации, спилили около полутора десятков деревьев. Кто-то сделал, пока неизвестно. Заведено уголовное дело. Его расследование на контроле у прокуратуры. В настоящее время дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, поскольку в ходе прокурорской проверки достоверно установить, кто спилил данные деревья, не предсталось возможным. Для этого необходимо проводить следственные действия. Санкции данной статьи предусмотрены в том числе наказание в виде лишения свободы. А прокуратура будет добиваться также, безусловно, и возмещения причиненного государству ущерба. 320 тысяч квадратных метров скошенной травы вывезли с одного только советского района. В Самаре продолжается борьба с сорняками. Каждый день во всех районах работают десятки бригад косарей. Особое внимание дворам и бесхозным территориям. Наши корреспонденты отправились в рейд, и вот что они увидели. Суровый триммер не щадит ни один сорняк. Из-под звенящих прутьев летят одуванчики, клевер, молочай и другие сорные травы. Рабочие приводят в порядок улицу Аэродромная. Каждый день на покос травы от МБУ советского района выходят 6 бригад. В каждой 6-7 косарей и сборщики скошенных сорняков. От ненужной травы избавили уже пятую часть территории района. Работы впереди много. Трава в теплую дождливую погоду растет стремительно. Каждый день сотрудники отдела ЖКХ объезжают территорию, обозначают проблемные участки. Район большой, много пустырей. За бесхозные участки ответственность теперь несут администрации районов. Прорабатываем вопрос по увеличению количества бригад, по закупке дополнительной техники, тремеров, для того, чтобы справиться с интенсивно растущей травой. С травой борются совместными усилиями районные администрации, управляющие компанией, муниципальные предприятия. Нерадивых исполнителей муниципальных задач привлекают к административной ответственности. Помогают в борьбе с сорняками и сами жители, активисты и управляющие микрорайонов. В Октябрьском районе за своим двором жители второго дома по улице Осипенко следят тщательно. Сорняки скошены, разбиты цветники. Буквально в двух метрах от двора территория бесхозная. Здесь буйным цветом растет сорная трава. Чтобы привести всю территорию Октябрьского района в порядок, а это 120 тысяч квадратных метров, в районе создано специальное муниципальное учреждение. Ежедневно на покос травы выходят 4 бригады. С начала сезона обкосили всю территорию, пошли на второй круг. Помимо бесхозных участков, не забывают и про дворы, и территорию вдоль дорог. Администрация контролирует территории, которые обслуживают управляющие компании, муниципальные предприятия и также объекты потребительского рынка. Погода вносит свои коррективы, в том плане, что прерываемся только на то время, когда идет дождь. Сейчас в городе остается 9% дворов, которые еще не привели в порядок. Как проводят работу, в ближайшее время проверят инспекторы ГАТИ. По информации административно-технической инспекции, в департамент городского хозяйства предоставляют неточные данные. По плану на вчерашний день 130 человек должно было работать в бригаде, по факту работало 103. И по людям также 268, фактически 184. То есть то, о чем мы говорили вчера на совещании, дают одну цифру по плану, по факту другую. Теперь потребовать от управляющих компаний вовремя приводить в порядок подведомственную территорию районам будет проще. Губернская дума вернула административным комиссиям право штрафовать нарушителей правил благоустройства. Размер штрафа составляет до 2000 для граждан, до 6000 для должностных лиц и до 10 тысяч рублей для юридических лиц. Олеся Корецкая, Лариса Шалафаст, Василий Колдашов, Дмитрий Мешканцов. События. Далее коротко о других событиях дня. В Самарской области похищали и насильно лечили наркоманов и алкоголиков, как выяснили следователи. В 2012 году двое тольяттинцев создали реабилитационный центр «Грайн», куда обращались родственники зависимых граждан. Пациенты против воли удерживались, у них не было средств связи, а первое свидание с близкими разрешалось только через три месяца. Возбуждено уголовное дело. Самолет «Арго-2» упал под Тольятти предположительно из-за разгерметизации двигателя, сообщает транспортной прокуратуре. Напомним, открытую черепно-мозговую травму получил пилот, который находился на борту один. После аварии он был доставлен в больницу, где вскоре скончался. Воздушное судно оказалось самодельным. Бортовые номера и документы на него отсутствуют. Со слов очевидцев, самолет летел на высоте около 30 метров по направлению от Самары к Тольятти. Развернулся над Зеленовкой, после чего спикировал и ударился о землю. За две недели приставы направили уведомление 45 тысячам самарцев. Напоминания о необходимости оперативно расплачиваться с долгами приходят в виде СМС-сообщений. Подобная рассылка позволяет сократить время на выплату долга, не дожидаясь применения принудительного взыскания, уверены в силовом ветвь. Власти Самарской области потратят около 6 миллионов рублей на проект моста через реку Самару. Региональное министерство транспорта ищет подрядчика. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Объект планируется построить на автомобильной дороге Кенель-Богатая-Спиридоновка-Домашка-Самара-Оренбург в Кенельском районе. Прием заявок на конкурс завершится 25 июля. В Самарской области рыбак выловил из Волги 50-килограммового сома. Чтобы вытащить трофей из воды, понадобилось около двух часов. Рыбина длиной в рост взрослого человека попалась на крючок в районе полуострова Копылова. Фото трофей опубликовали в соцсетях. По словам очевидцев, сом был настолько крупным и тяжелым, что из воды его пришлось вытаскивать сразу трех рыбакам. На самарских остановках проходит выставка «Еда, как социальная машина». Это работы сетей общепита. Участники проекта постарались ответить на вопрос «Кто кого ест?». Мы потребители пищевого конвейера или мы сами являемся пищей для него? Среди авторов работ пятеро россиян, двое шведов, немцев и евреев. Десять картин современных художников размещены в формате постеров. Их отобрали по итогам открытого конкурса. Он проходил в рамках проекта «Улица как музей, музей как улица». Русская ярмарка в миниатюре мастер Ольга Баканова представила новую коллекцию эксклюзивных кукол. 13 русских народных персонажей присоединились к светским дамам и дворянской знати. В детской картинной галерее торжественно открыли ежегодную выставку. С новичками коллекции познакомилась Мариана Мирная. «Сорока, ворона и красный петух» – долгожданная премьера новой коллекции эксклюзивной куклы Ольги Бакановой показала удивительных персонажей. Сбитинщик, кукольник, скоморохи, цыганка и другие, которых легко представить себе на ярмарочной площади такого города, как Самара. Для меня кукла – это не существо, это скорее манекен для создания костюма. Я очень люблю работать над костюмом, создавать образ из костюма, а кукла для меня просто манекен. Правда, приходится иногда за счет движения, за счет линии, динамики создавать какой-то образ динамичный. Каждое лето в стенах особняка Клотта открывается традиционная выставка исторической костюмной куклы, созданной в мастерской художницы Ольги Бакановой. В нее вошло 13 кукол, созданных по мотивам русских народных праздников, обряды и обычаи которых дошли до наших дней с языческих времен. Каждая новая коллекция – это какой-то новый шаг. И то, что мы видим сейчас, вот этот размах русский такой, какой-то, ну, свобода какая-то, с этими всеми, как говорится, прибамбахами нашей русской, так сказать, широкой души, вот это все в этой коллекции, в новой коллекции есть. Кроме новичков, на выставке можно увидеть уже хорошо знакомых представителей русской дворянской знати, светские дамы первой половины XIX века в прогулочных и бальных нарядах, а также тканевые панно, которые будут особенно интересны тем, кто занимается декоративно-прикладным искусством. Экспозиция открыта для посетителей до 24 сентября. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов. События. Более 90 миллионов рублей направлено на ремонт и закупку оборудования больницы Пирогова. Во время чемпионата мира по футболу пациентов из разных стран будут принимать именно здесь. Это официальный госпиталь FIFA. Особое внимание мастерству персонала. Регулярно врачи и медсестры оттачивают навыки оказания первой помощи и участвуют в крупномасштабных учениях на случай чрезвычайных ситуаций. Репортаж Алины Чемерес. Малейший щелчок, который мы услышим, это патологический такой момент, перелом ребра. Но в принципе при реанимации такие вещи допускаются. Главное нам спасти человека. Начинается сердечно-дрюбочная реанимация. В этот момент, когда вы начинаете делать сердечно-дрюбочную реанимацию, вы сразу определяете человека, который вам будет помогать. За учебными партами врачи, медсестры и студенты-медики. Всем им сегодня предстоит отработать на манекене навыки проведения сердечно-легочной реанимации. Осваивают новые европейские стандарты. В больнице Пирогова такого рода занятия проходят ежедневно. Мастерство первой помощи оттачивают свыше 500 человек. К обучению привлекают весь персонал без исключения. В проведении сердечно-легочной реанимации и с людьми, не имеющими медицинского образования, работающими в больнице Пирогова, это охранники, это сантехники, это санитарки, те же самые айтишники. Проведение базовой сердечно-легочной реанимации является как проявление гражданской позиции человека, который не должен проходить мимо, а первым подойти и начать осуществлять помощь. Этим спасает жизнь, потому что мы заставляем сердце работать и поступать кислород в мозг, соответственно, не терять функциональность головного мозга, что является важным. Больница имени Пирогова, уполномоченное медучреждение ФИФА. Гостей чемпионата мира, которым понадобится помощь, будут направлять сюда. На закупку и ремонт медицинского оборудования в этом году уже выделено более 90 миллионов рублей. Дополнительно ожидают как минимум такую же сумму. Приведут в порядок и территорию, установят камеры наблюдения, сигнализацию, отремонтируют КПП. Регулярно медперсонал больницы участвует в учениях. При поступлении тяжелых пациентов важно сработать оперативно и слаженно. Проводится быстрота и эффективность действий нашего персонала в данной ситуации. Прямо непосредственно, начиная с приемного отделения. Алгоритм действий, маршрутизация пациента, логистика движения пациента по приемному отделению и на этажи. И непосредственно до реанимации или оперблока. Также в больнице Пирогова проводятся совместные учения со службой скорой помощи. Отрабатываются действия во время чрезвычайных происшествий. Когда больнице приходится единовременно принимать десятки пациентов. Такие учения планируют организовать уже на следующей неделе, 13 июля. Алина Чемерес, Максим Гусев, События. Эта неделя у самарских спортсменов оказалась богатой на медали. Они покоряют пьедесталы почета как внутри страны, так и на международной арене. Об успехах расскажет Андрей Горгуленко. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите «Самарские новости спорта». Дарья Касаткина вышла во второй круг Вимблдона. Самарцы доплыли до медали чемпионата России. Хоккейная юниорская сборная пополнится тольяттинцам. Пляжные теннисисты разыграли самарские награды. В Самаре завершились Кубок России и первенство России по пляжному теннису среди юношей и девушек до 17 лет. В них приняли участие более 100 теннисистов из 15 городов страны. В число призеров соревнований вошли спортсмены Самарской области. В Кубке России по пляжному теннису у мужчин в парном разряде победителями стали Николай Гурьев и Сергей Купцов из Самары. В первенстве России по пляжному теннису среди юношей Арсений Инзенкеев из Тольятти и самарец Олег Зуев взяли второе место. В парном разряде у девушек почти весь пьедестал достался автозаводчанкам. Первое место – Огнея Богатого, Дарья Каличинина, обе Тольятти. Второе место – Мария Комарова, Самара, Лада Мамедова, Тольятти. Третье место – Александра Горюнова, Реутов, Наталья Сагаян, Тольятти. В смешанном парном разряде золото выиграли Агния Богатого и Арсений Инзенкеев из Тольятти, а бронза досталась Марии Комаровой и Олегу Зуеву из Самары. Воспитанник Дюсшлада Максим Цибин отправился на расширенный учебно-тренировочный сбор хоккеистов-юниоров сборной России до 18 лет, стартовавший в подмосковном Видном. Тренировки продлятся до 23 июля, после чего 24-го команда, усеченным составом с 28 человек, отправится в Новогорск и приступит к подготовке к стартовому турниру сезона – мемориалу Ивана Глинки. Завершающий этап подготовки пройдет с 31 июля по 5 августа в Австрии, где команду ждет тренировочный лагерь и два товарищеских матча. В подмосковном Раменском состоялся чемпионат России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В нем участвовали 222 спортсмена из 33 регионов страны. По итогам соревнований пловцы Самарской области выиграли 12 наград. Сергей Сухарев завоевал три золотые медали на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем, 200 метров комплексным плаванием. Серебряные награды он получил на дистанциях 50 метров бутерфляем и 100 метров на спине. Вячеслав Ленский трижды был вторым на дистанциях 50, 100 и 400 метров вольным стилем, а также завоевал бронзу на дистанции 100 метров на спине. Константин Ганичкин стал бронзовым призером на дистанции 50 метров бутерфляем. Яна Костина заняла третье место на дистанции 100 метров на спине. Марина Запивалова показала третий результат на дистанции 100 метров брасом. В соревнованиях также выступали Константин Трусов, Василий Беляев и Алексей Кныш, который выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Воспитанница Тольяттинской школы тенниса Дарья Касаткина в первом круге Умблдона победила китаянку Джен Сайсай со счетом 6-2-6-4. 20-летняя Дарья, занимающая 30-е место в рейтинге WTA, за час 11 минут сделала два эйса, столько же двойных ошибок, реализовала пять брейкпоинтов из девяти и проиграла два гейма на своей подаче. Следующей соперницей Касаткиной станет эстонка Аннет Кантовейт. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи! На этом наш выпуск завершен. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова